Ждет ли Украина нападение со стороны Белоруссии? Почему не разрывает дипломатические отношения с режимом Лукашенко? Признает ли Зеленский легитимность Тихановской? И чего ждать после победы Украины в войне? Кто хитрее, Путин или Лукашенко? Об этом и не только. Мы поговорим с сегодняшним гостем интервью на Маланке. Это политтехнолог, публицист Михаил Шейтельман. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Вот уже который месяц и белорусские независимые медиа, и эксперты, да и не только белорусские, гадают, а будет ли наступление со стороны Беларуси. Ну, с учетом новых учений, которые сейчас были заявлены на территории нашей страны, щит Союза, эти риски растут. Или нет? Вот вы в Украине. Вы ощущаете какую-то опасность? Может быть, эта опасность растет? Какие вот ощущения внутри страны? Нет, конечно, она несравнимо низка. Это опасность по сравнению с тем, что было у нас в феврале, март, начало апреля, когда ежедневно была угроза того, что белорусская. Вы имеете в виду сейчас нападение белорусской армии или с территории Беларуси? Вот в чем вопрос. Ну, тут для нас это тоже вопрос. И с территории Беларуси российской армии, а тут уже неизвестно, при участии белорусской или нет. Может, это союзная группировка. Но какое-то нападение с территории Беларуси, да? На нас уже нападали с территории Беларуси. Вот конец февраля, весь март и начало апреля. Мы были тут почти в осаде в Киеве. Я все это время находился в Киеве. Вот. Но сейчас... Тогда ведь у нас не было границы с Беларусью. Кто из нас не ожидал, Беларусь будет недружественным государством для Украины. И тогда к нападению, давайте честно скажем, не готовились. Все было укреплено там, на Донбассе, на востоке, но не на севере. Поэтому, например, наших пограничников просто смяли там бронетехникой и все за одну секунду. И за первые же несколько дней россияне зашли там на 100, больше даже километров вглубь нашей территории. И, собственно, вот я же в Киеве, от меня в 20 километрах они оказались уже через неделю где-то. Сейчас так не будет. Сейчас там десятки километров заминированной территории на северной границе нашей. Сейчас там все забетонировано полностью. Я вот буквально на днях там ехал недалеко, и понятно, что это все огромный укрепрайон на границе с Беларусью. Они наступали лучшими своими подразделениями. Они выбрасывали десанты тоже рядом с Киевом и в Гастомеле, и в Василькиве. То есть сейчас этих возможностей нет. Десантники почти все уничтожены российские. Да и вообще кадровые части, которые наступали изначально, от них половина примерно выбита личного состава. Поэтому причиняют, конечно, огромные неприятности нашей армии, но уничтожаются в совершенно другом темпе. Вот, поэтому сейчас это все, ну, страха нет. Есть просто лишние потери будут со стороны украинской армии. Вот это то, что жаль, что наши солдаты будут там гибнуть. Но россияне, я думаю, будут гибнуть там в соотношении от 10 или 1 к 20. Но если посмотреть на ситуацию не с военной точки зрения, а с политической, все-таки, несмотря на то, что наступление может, будет, может, нет, ракеты с территории Беларуси все еще летят. Сейчас уже летят и шахеды. Сейчас в Беларуси появились еще и носители для ядерных боеголовок. В общем, угроза остается, и какие-то удары производятся с территории нашей страны. А дипломатические отношения по-прежнему не разорваны. Почему? Ну, я думаю, что украинское руководство все-таки по-другому относится к Беларуси, чем к России. Если в России уже совсем не видится никакого партнера и даже никакого будущего партнерства. То есть понятно, что нет никакого будущего в этих отношениях. Даже когда война закончится, ну, надеюсь, победой Украины, следующая встреча, скажем, президента Украины с президентом России может состояться лет через, скорее, 50. Потому что понятно, что зрение ненависти к нему народу в Украине, он настолько велик, что, ну, это как, не знаю, отношение евреев к фашистам после Второй мировой войны. И Беларусь относится как к государству, захваченному неким тираном. Лукашенко не является признанным Украиной президентом. Сейчас идут переговоры постоянные, насколько мне известно, о том, чтобы признать правительство Светланы Тихановской и признать Светлану Тихановской легитимным лидером Беларуси. И, соответственно, ее правительство, которое она объявила в Вильнюсе, признать легитимной властью Беларусь, в зрении Украины. И чем новый довод в пользу этого? Дело в том, что Светлана Тихановская буквально неделю назад сказала, что если с территории Беларуси будет нанесен удар российскими вооруженными силами по территории Украины, а такие удары наносятся постоянно, то она считает, что Украина имеет право наносить удары по территории Беларуси. Соответственно, если Украина признает Тихановским президентом, то нанесение ударов по территории Беларуси становится легитимным с международной точки зрения, с точки зрения международного права. Ну, что вооруженные силы Украины могут отвечать по территории Беларуси с разрешения избранного президента Светланы Тихановской. Но мы с военными экспертами, в том числе и из Украины, этот вопрос обсуждали, возможны ли такие удары. Поэтому мы эту тему оставим больше военным экспертам. Ваше мнение интересно в первую очередь с точки зрения политтехнологий и политики. Вот если о ней, да, мы уже поговорили про дипломатические отношения, а если поговорить про давление, все-таки Украина призывает к ужесточению санкций в отношении России, а в отношении Беларуси этого не происходит. Раньше заявлялось, в том числе и советниками Офиса Президента, что не хотят нам, например, с той же Тихановской встречаться, чтобы лишний раз не злить Лукашенко. Сейчас уже о том, чтобы его разозлить, чтобы не спровоцировать на что-то, речи не идет. Но в то же время и призыва к санкциям по отношению к Беларуси, к режиму Лукашенко тоже не идет. Почему же Зеленский не использует этот инструмент, этот и другие инструменты, ну не для того, чтобы там разорвать дипломатические отношения, но надавить на Лукашенко, чтобы ему было очень больно поддерживать Путина? Ну, дело в том, что есть Лукашенко, есть белорусский народ, и в этом отношении и сами украинцы, и правительство немного это все-таки хоть как-то разделяют. В России с Россией не так. Есть социология, например. К россиянам сегодня негативно относятся 99% жителей Украины, и к санкциям относятся нейтрально, понимаешь? А с белорусами, к белорусам все-таки там негативно, по-моему, 60% всего лишь относятся. Санкции против, ну к санкции, к которым призывает Украина по поводу России, это не против Путина или путинского режима. Это санкции против России и всего российского. Естественно, цель Украины победить российский народ. И цель, конечно же, чтобы в России наступил голод, нищета, в этом цель Украины. В отношении белорусов украинцы такого не хотят. Украинцы не хотят причинять вред мирным белорусам. В Беларуси есть мир, они не пошли в войну. Вот если белорус говорит войну, это будет другой разговор. Но пока же белорусский народ не запятнался о крови украинцев, в отличие от российского народа. Поэтому санкции против Лукашенко уже введены в его режиме. А вот санкции против народа Украина не требует. А если говорить о том, что будет рассматривать Верховная Рада в ближайшее время, я имею в виду признание Беларуси оккупированной территорией. Вот вы уже про признание легитимности Светланы Тихановской сказали. А вот этот вопрос, будет ли он решен в ближайшее время? И вот важно, последуют ли примеру Украины другие страны? Все-таки Украина сейчас политический инфлюенсер. Нет, я думаю, что не последует. Вообще стараюсь не критиковать украинскую власть, потому что сейчас, во время войны, я имею в виду, потому что мы все тут в одной лодке сидим, все вместе воюем в каком-то смысле. Ну, я в тылу, естественно, кто-то на фронте, а кто-то в политике. Но, тем не менее, нервы уже тоже сдают и у, так сказать, законотворческих людей. Ну, например, была признана независимость республики Ичкерия. Мне кажется, совершенно неуместна, и ни одна страна мира этого не поддержит. Также история про то, чтобы признать Беларусь оккупированной территорией, мне кажется, пока маловероятно, потому что все-таки западный мир, отказавшись от признания Лукашенко, тем не менее, признает же, например, министров белорусских, он признает министрами, понимаете? И тогда как же это, оккупированная территория? Поэтому, ну, даже если Украина признает такое, признает Беларусь оккупированной территорией, это вряд ли отразится на ходе войны или, тем более, на том, какие решения примут наши союзники западные. Но в то же время для белорусов, возможно, это был бы шанс, шанс на перемены демократические в Беларуси, ну, если, например, Беларусь была бы участницей каких-то соглашений в будущем, учитывая, что было нападение со стороны Беларуси, может быть, признание Беларуси оккупированной территорией, ну, как-то избавило бы белорусов от репараций в сторону Украины, ну, и много других плюсов называют эксперты, но в то же время это еще и шанс для Беларуси, ну, как-то побыстрее избавиться от режима, сделать это официальными какими-то инструментами после победы Украины в войне. Вот если все-таки сама Украина признает Беларусь оккупированной территорией, возможно ли, что как-то Украина после победы поможет Беларуси в установлении демократии? Знаете, Украина как бы не является мировой сверхдержавой. Я думаю, что способствовать этому Украина будет готова именно в случае с Беларусью. В случае с Россией нет, потому что в случае с Россией будет построен там забор, и все будут просто желать России распада. С Беларуси, я думаю, помощи можно ожидать. Мне кажется, вот если смотреть политически, что гораздо важнее все-таки признание Тихановской, потому что подобная ситуация, если вспомнить второе место, то было правительство Польши в изгнании. Было правительство Польши в изгнании, и поэтому даже на всяких там ялтинских конференциях, например, когда встречались там Сталин с Рузвельтом и Черчиллем, то речь шла о том, чтобы признать это правительство в изгнании, или не признать его, или в какой доле сформировать его. Вот это самое важное, мне кажется, сейчас в сто раз важнее, чем оккупированная территория или неоккупированная. Если сегодня украинская власть официально Тиханов с президентом, то как бы статус Беларуси, он становится не то, что оккупирован территорией, но у нее нет легитимной власти, и понятно, что власть ее находится в изгнании, все переговоры с Тихановской. А если говорить о каких-то репарациях, так мне кажется, пока Белорусская армия не вступила в войну, то и о репарациях тоже не должна идти речь. Насколько сейчас, вот это, я думаю, будет предметом разбирательства будущего, насколько сейчас белорусы оказывают помощь этой российской армии. То есть она проехала просто мимо, она привезла с собой всех поваров, людей, которые стирают форму, или же этим занимаются белорусы. Вот если этим занимаются, то да, это уже части, естественно, военной агрессии. Но это уж такие технические моменты. Короче, мне кажется, что признание оккупированной территории менее важно, чем признание Тихановской и ее правительства легитимной властью. А если говорить о том, чтобы украинцы лучше понимали белорусскую повестку, может быть, это как-то сыграло бы положительную роль в плане недискриминации белорусов и тех, которые находятся в Украине, и тех, кто находится за рубежом, чтобы белорусов как-то сами украинцы в большинстве своем отделяли от режима Лукашенко, можно ли и нужно ли украинцам объяснять, что в Беларуси происходило в 2020 году, и почему белорусы вот сейчас не останавливают и не могут остановить войну. Или сейчас украинцам не нужно это понимание, не нужны эти разъяснения. Есть факт, есть нападение со стороны Беларуси, и все, значит, белорусы, ну, хочешь не хочешь, виноваты. Эти разъяснения нужны. Я их стараюсь давать насколько, потому что я, скажем так, внимательно как минимум следил за событиями 2020 года и все про них знаю. И общаюсь с белорусской оппозицией, которая здесь представлена постоянно. И белорусская оппозиция, кстати, здесь представленная, тоже занимается этими разъяснениями. И, кстати, во власти в украинске есть люди, которые помогают разъяснять ситуацию в Беларуси. В хорошем смысле для белорусов, я сейчас имею в виду. Поэтому, кстати, именно поэтому уровень, скажем так, негативного отношения к белорусам все-таки не 99% как к россиянам, а всего лишь 60%. Это неплохой, мне кажется, во время войны показатель. А если говорить о вашей профессиональной деятельности, вот как политтехнолог, вы бы за какой кейс взялись, я имею в виду установление или приближение перемен в Беларуси, установление демократии? За кейс полка Калиновского, который тоже сейчас заявляет о своих политических амбициях? Или за кейс Тихановской? Кто, у кого больше шансов осуществить демократические перемены в Беларуси? И вот какой из этих кейсов, на ваш взгляд, профессиональный более удачен? Эти кейсы надо, естественно, объединить. Никто не собирается строить в случае победы в Беларуси демократии или свободы, пока не важно, не важно, как это мы назовем. Мы же не хотим нового Лукашенко, мы же не хотим, чтобы снова пришел какой-то один человек, который будет ей управлять. Беларусь будет, ну, например, парламентской, или парламентско-президентской республики. Поэтому место во власти полку Калиновского, Тихановской и ее правительству, и даже тем, кто сегодня не согласен с ее правительством. Поэтому место во власти найдется всем. Там же в парламенте будет не одна партия, а десять. Это нормально. Но осуществить эту перемену можно только совместными усилиями и полка Калиновского, и правительства Тихановской, и прежде всего ее самой. Смена Путина лично будет означать, что Россия будет не до Беларуси какое-то время. В момент поражения военного Россия будет не до Беларуси. Будет какое-то окно возможности. Я не знаю, сколько она будет длиться, мне кажется, буквально несколько недель. Вот самое важное, когда полк Калиновского войдет в Минск, чтобы был человек и люди, которых весь западный мир признает легитимными представителями белорусского народа. Вот тогда это будет означать, что революция произошла. Очень часто с начала войны я слышу о том, что победа Украины в этой войне напрямую связана с наступлением демократических перемен в Беларуси. Даже вот лозунг «Есть за вашу и нашу свободу» вот этот знак равно часто ставят эксперты, аналитики, журналисты. Но в то же время озвучивается в последнее время тоже довольно часто точка зрения, что Лукашенко усидит даже после того, как Украина победит в этой войне. Вот видите ли вы шанс, что Лукашенко, как хитрый, изворотливый, опытный политик, уже 28 лет он находится у руля, как узурпировал власть в Беларуси, сможет ли он удержаться даже, когда проиграет Путин? Ну, во-первых, узурпировал несколько позже, все-таки тогда он пришел демократическим путем. Узурпировал меньше, чем 28 лет назад. 26 лет, так же, как Путин. Да, как Путин. Путин узурпировал власть только в 2000 году, а до этого он был резидентом российским. Мне кажется, что такая возможность есть, о которой вы говорите, и только в руках белорусов сделать так, чтобы этот шанс не сбылся. Потому что Лукашенко, ему есть за что торговаться, есть чем торговаться с Западом пока. И он может сыграть большую роль в момент смены власти в России. И он будет пытаться расторговывать, скажем так, остаться резидентом, то каким-нибудь там духовным лидером народа или что-то такое, причем признанным на Западе и не наказанным своим преступлением. Поэтому я вижу, что у него в теории такой шанс присутствует. Ну а сможет ли он его реализовать? Ну вот я говорю, вам надо как-то этому противодействовать. А если сравнивать Лукашенко и Путина, кто из них хитрее и изворотливее? Сейчас многие говорят о том, что обоими руководят больше эмоций. Вот у кого больше шансов остаться, несмотря ни на что? Или, может быть, в связке они смогут ущадить оба? У Путина нет ни одного шанса. Во-первых, Лукашенко был более опытный и политикой, и чисто. Он прошел гораздо сильный путь. Он сам, понимаете, лично пробил себе дорогу в президенты. Мы можем сейчас называть его узурпатором. Но тогда, в 1994 году, он сам лично, сколько там у него было человек, который его окружение. А Путина назначили. Путина назначили президентом. Он был назначен Ельцином и его командой. В этом огромная разница. Путин никогда в жизни толком не работал, в отличие от Лукашенко. Лукашенко что там, колхозом руководил? А Путин нигде не работал. Он ФСБшник. Просто бездельник абсолютно профессиональный. И сравнивать их вообще интеллектуальные способности невозможно. Лукашенко все-таки гораздо более... Даже, наверное, с каким-то глубоким пониманием жизни человека. Путин винтик вот в этой теме. А Лукашенко и есть система. Это большая разница. И у Путина нет ни одного шанса. Потому что на Западе уже решение принято по судьбе Путина. Это очевидно. Никто не готов иметь дело с Россией, пока ее возглавляет Путин. Путин мечтает развернуться, вернуть вот эту ситуацию, которая была с 2014 по 2022 год. Крым оккупирован, а с ним торгуют. Возможно. Путина будут убирать всеми силами западники. А вот Лукашенко не знаю. Не уверен. И напоследок. А как будет развиваться отношение между украинцами и белорусами с Лукашенко у власти, без Лукашенко у власти после окончания войны? Ну, с Лукашенко у власти нам бы очень не хотелось. Почему? Это не только беда будет для белорусов, но это беда будет и для Украины. Нам и так придется после войны в любом случае строить огромный забор и тяжелейшую линию, не знаю, Маннергейма на границе с Российской Федерацией. А это, наверное, я не ошибиться, но я думаю, что это может быть третьей сухопутной границы Украины. Третий – это граница с Белоруссией. Вот нам бы вообще не хотелось иметь на две трети закрытую границу. Конечно, нам было бы крайне выгодно украинцам и украинскому государству и народу, чтобы Беларусь вошла в семью, так сказать, западных цивилизованных народов вместе со странами Балтии и Украины, стала мостом между Балтией и Украиной. Поэтому мы этого будем добивать. Я уверен, что это политическому руководству Украины не оставить Лукашенко в власти в конце концов, а сделать Беларусь свободной. Ну а дальше, если она станет свободной, я надеюсь, честно говоря, вот когда я слышу из Беларуси разговоры о том, что Беларусь будет нейтральной, внеблоковой, то, знаете, мы это все в Украине уже проходили. Я не даю Беларуси больше 10 лет, если она после этой войны решит оставаться внеблоковой и нейтральной. Ну, надеемся, что Беларусь просуществует гораздо дольше. Спасибо вам большое, что несмотря на проблему со светом, с электричеством, несмотря на все опасности, вы все-таки ответили на важные вопросы и для беларусов, и для украинцев. Спасибо, хорошего вам вечера и слава Украине! Героям слава! Вы смотрели интервью на Маланке, не забудьте поддержать нас лайком, а также репостом, либо на своей странице в соцсетях, либо в личных сообщениях своим знакомым. Спасибо за просмотр! Кстати, в комментариях вы можете написать, а кого вы хотите увидеть в гостях у Маланки в следующий раз. Спасибо!